Последние несколько месяцев я стою на площадях города Хайфы и удивляюсь отношениям русскоязычных жителей к местным выборам. Многие не ходят попросту голосовать, предпочитая отдать свои голоса более сплоченным группам населения, например, религиозному сектору и другим группам. По статистике всего 12% русскоязычного селения ходит голосовать на местных выборах. Это ужасный показатель, который не позволяет получить от местных властей то, что полагается нам законом. Например, лучшего образования, культурные мероприятия и, в конце концов, отношения и уважения пожилому поколению, людям, пережившим Холокост. Среди русскоязычного населения Израиля есть множество прекрасных специалистов в сфере медицины, врачи, инженеры, военные и других уважаемых профессий. Но на уровне города их некому представлять. Мы отдаем свои голоса партиям и их представителям, которые не прошли путь репатриации, не столкнулись со сложностями, с которыми сталкивается каждый из нас, лишь бы доказать, что мы сумели интегрироваться в израильское общество лучше остальных. Хотя многие не сумели выучить даже еврит. Уровень помощи с каждым годом падает для новых репатриантов. А количество людей из стран постсоветского пространства лишь растет. Это люди, которые являются двигателем экономики города, без которых заводы и предприятия не сумеют экспортировать свою продукцию. Потому что именно репатрианты стоят у станках этих предприятий. А с учетом самой низкой рождаемости в стране, новые репатрианты являются глотком свежего воздуха для экономики нашего города. Пришло время оставить в стороне разногласия и объединиться вокруг нашего общего будущего. Будущего, в котором каждый из нас сумеет изменить этот город к лучшему, сделать его чище, уютнее и безопаснее. Всего этого мы можем добиться лишь сообща 31 октября, проголосовав Кирилл Каретник в мэры и депутаты города Хайфа. Давайте вместе вернем славу, уважение и почет нашему городу.